Привет, с вами Велосиком, вы должны быть видели вот такую рекламу на пиндоский iPad Air, рубль не потрачу свой, я беру такой же BB Mobile, он русский и дешевле втрое, планшет, смартфон, навигатор, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и всё это за 8000 рублей. И конечно, как у любого нормального человека, глядя на эту рекламу, во мне взыграло чувство справедливости, что за фигня, давайте посмотрим, что же там русское, втрое дешевле и во всех смыслах лучше iPad Air, поехали. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Не вдаваясь в политические подробности, меня часто спрашивали, а вот сейчас запретят вы замечательные тонкие iPad Air и что ты будешь делать, вообще Apple больше не будет, в России запрещено, будешь пользоваться русские планшеты, например. Собственно, сейчас перед вами iPad Air, которые могут запретить замечательный, лёгкий, тонкий, мощный планшет от Apple последнего поколения, есть ещё iPad Mini с ретиной экраном, такой же классный, только поменьше форматом, 7,9 дюйма экран, а в остальном практически полная копия старшего брата, давайте узнаем, что же нам предлагают под маркой русского планшета. Биби Мобайл Техно 903G, TM9559, да хрен с ним, противопоставляют iPad Air, вот это вот чудо-юдо в белом пластиковом, очень пластиковом корпусе, давайте узнаем поподробнее, что это за хрень. Покрытие корпуса у этого планшета достаточно маркой, оно весьма быстро пачкается, ну и конечно это никакой не конкурент iPad Air, несмотря на то, что он стоит реально в три раза дешевле. Одной из сильных сторон этого планшета, и пожалуй единственной, я назову большое количество интерфейсов, при этом я не понимаю зарядку через 5-ти вольтовый адаптер, но зато есть выход на HDMI Mini. Ну и поскольку это 3G версия, здесь же ещё расположен лоток для сим-карты, а кнопка питания и регулировки громкости находится сверху. Несмотря на то, что вес у BB Mobile сопоставим с iPad Air 497 против 478 граммов, всё-таки толщина устройства даёт о себе знать 10 миллиметров против 8, у iPad Air это большая разница. Толовая камера 5 мегапикселей, в общем больше ничего интересного в экстерьере нет. Внутри этого у BB Mobile установлен ROG-Chip RK3188 на 1600 МГц, четырёхъядерный, и говорят, что эта штука сопоставима с Tegra 3, но на самом деле на деле, конечно же, не совсем. Однако рискну предположить, что это всё-таки лучше всяких морально устаревших MTK на китайских ноунейм планшетах, однако вы видите, что производительность оставляет желать лучшего. Конечно, GFX Bench несколько навороченней, чем среднестатистическая игра, но вы видели всё своими глазами. Производительность 248 очков в итоге. Давайте узнаем, что же теперь покажет iPad Air ровно в этом же самом тесте. И сразу мы с вами видим абсолютно другую картину, iPad Air остаётся очень мощным планшетом, и как в синтетике показывает себя неплохо, так и, собственно, в реальных играх за счёт оптимизации iOS, GFX Bench набирает 1278 очков. Но вы скажете тесты тестами, а что там с реальными играми? Перед вами GTA San Andreas, которая, в принципе, на удивление, вполне неплохо идёт на BB Mobile в дефолтных настройках, но давайте посмотрим, что происходит, если мы выстоим чуть выше среднего. А тут начинается ожидаемо полный ужас. Всё лагает, тормозит, мигают тени, текстуры, и это мне всегда не нравилось в Андроиде. Зачем вообще мне давать настройки, если мой планшет их не тянет? Сделайте оптимальные конкретно под каждое устройство. А тут вспоминается слово фрагментация, и хрен ты так сделаешь. Но в целом, на средних настройках играть в GTA San Andreas, даже на BB Mobile, вполне можно. При этом тот самый пиндоский iPad Air показывает отличную производительность, ничего не тормозит, шикарная графика, играть одно удовольствие. Ещё раз напомню, несмотря на кое-какие усилия Nvidia, лучшими игровыми планшетами остаются iPad'ы, просто потому, что здесь и сам выбор игр больше, и, конечно же, оптимизация, производительность не в пример лучше. И моё самое любимое, настройки графики на iOS, здесь очень похожая ситуация с консольчиками, всё, что вы можете поменять, это яркость и выбрать субтитры. В Antutu этот планшет набирает 16 тысяч очков, к слову, Nexus 9 было 18,5, ну и здесь 2 гигабайта оперативной памяти и 4-х ядерный процессор, однако мы видели, что всё не так здорово. Отдельно хочется поговорить о комплекте поставки, например, в коробке вы найдёте чехольчик, и это, наверное, хорошо, он хоть и не казистый, но хоть какой-то есть, потому что сторонние аксессуары для подобных девайсов найти весьма сложно. Если вообще возможно, несколько порадовал переходник с microUSB на USB, с помощью которого вы сможете к своему планшету подключить, например, обычную флешку, дальше воткнуть HDMI и вот таким вот колхозом смотреть фильм на своём большом экране. Не, серьёзно, я думаю, что примерно так люди эти планшеты и покупают, как всеобъемлющий и всепоглощающий комбайн, в котором есть HDMI и флешка и всё, что угодно. Обычный microUSB на USB кабель используется для соединения с компьютером, удивительно, но устройство заряжаться от него отказалось. Казалось бы, за тряпочку в комплекте я уже готов простить неряшливый внешний вид и тормоза в играх, потом здесь есть ещё и наушники в комплекте, которых, кстати, нету у iPad. Звучат они, правда, по принципу хоть как-то и ладно, но потом появляется зарядник. Вот такая вот хреновина, которая имеет свой выход, и это сильно меняет вообще опыт эксплуатации планшета, то есть просто подзарядить его абы где через microUSB провод не получится. Батарея в планшете на 7500 мАч, и этот зарядник заряжает его достаточно быстро, ну и проработает он часов 5 в лучшем случае. Из всех минусов планшета, мне кажется, хрень с зарядкой самая значимая. Стандарт microUSB стал де-факто для Android устройств, и так и должно быть. На BB Mobile стоит Android 4.4.2, но тормозит он достаточно серьёзно, и когда я говорю о тормозящем Android, я, конечно же, не вспоминаю топовые Samsung или Nexus, и я говорю вот о таких девайсах. Казалось бы, 4 ядра, 2 гига, в общем, всё должно быть нормально, здесь ещё 16 гигабайт встроенной памяти, а интерфейс подлагивает, и с этим, походу, ничего не поделать. Возможно, это связано с тем, что начинки приходится воротить в Full HD разрешение, именно такой экран здесь установлен. Подводя итоги, скажу ещё раз о том, с чего начал. Конечно, это ни разу не конкурент iPad Air, это вообще не конкурент никакому iPad, даже, наверное, mini, даже mini первого поколения, даже iPad 3, даже iPad 4, и вообще всей продукции Apple. В общем, как ни крути, iPad'ы остаются лучшим предложением на рынке планшетов, и по соотношению цена-качество, и по всем остальным характеристикам, я уже пытался вам рассказать, почему iPad mini, например, с ретиной экраном лучше Nexus 7, и я скоро это сделаю. Там требуется чуть серьёзнее тест с большим количеством аргументов, чтобы вы поняли мою точку зрения, но что касается BB Mobile, этот замечательный, во всех смыслах, планшет, в кавычках, окей, я купил за свои деньги, так что пишите в комментариях, что с ним сделать. Давайте его как-нибудь люто, бешено уничтожим, что ли, или разыграем, ну, я за то, чтобы его скинуть с какой-нибудь высотки, например. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в наш группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, ну, и в заключении, наверное, скажу, что BB Mobile может конкурировать с китайским ноунеймом, да, почему нет? В принципе, здесь хоть какой-никакой бренд и комплектующие чуть выше среднего, но, а в целом, это обычный планшет, который вы можете купить за эти деньги, пойдя в магазин, именно так он, на самом деле, и продаётся. Люди приходят, я хочу планшет за 10 тысяч, а вот на тебе BB Mobile, ну, наверное, это не хорошо, не плохо, но, серьёзно, здесь есть кнопка Reset, Reset отдельно вынесен на корпус, мне кажется, этим всё сказано.